Рост 1 метр 80 сантиметров, вес 99 килограммов, ротно. Из Москвы представляет клуб «Львиное сердце». Известный блогер, боец ММА и поп ММА. Его профессиональный рекорд – 7 побед при 6 поражениях Максим Топор Щербако! Его заболевание в красном углу октагона. Ее 33 года. Рост 1 метр 77 сантиметров, вес 84 килограмма ровно. Из Санкт-Петербурга. Он принимает любые вызовы от любых соперников. Меняет стили и готов к неожиданным поворотам. Его профессиональный рекорд – 14 побед при 6 поражениях Артем Тараса! Рефери в октагоне – Архан Ахмедов. Архан Ахмедов рассудит соглавное событие вечера. Максим Топор против Артема Тарасова. Ну и, конечно, первое, что бросилось в глаза, помимо татуировок Максима Топора, это разница веса. 99 килограмм у Щербакова и всего лишь сколько? 86, по-моему. 84. Да, 84 у Тарасова. Ну, потому что у нас свободный вес, неопределенная весовая категория. Да, вот так вот. Примерно равного роста, но при этом с разницей в 15 килограммов бойцы. Но опыта выступлений по ММА в профессиональном ММА у Тарасова, конечно, больше. Но сыграет ли роль здесь, значимую роль, вес, разница в весе, узнаем. Поддавливает Щербаков. Ну и первые секунды, конечно, для Тарасова особо опасны. Потому что, естественно, Щербаков может зарядиться на удар или серию. Но вот с кардио у него всегда были проблемы. Что касается Тарасова, то выступает он уже давно, на самом деле, с 2012 года. Еще до того, как он стал блогером, выступал он и в Санкт-Петербурге. В общем, парень, который, в принципе, дружит с боями давно и хорошо. Да, прихватывает одну ногу, хватается за сетку топор, получает предупреждение. Опа! Красивая подсечка. И дальше уже работа Тарасова. Вот оно, самбо. Да, скорость, опыт и мастерство на на стиле. Это главное орудие Артема Тарасова. И крайне опасно сейчас будет для топора, потому что здесь, ну, естественно, будет искать на болевой попытке выйти у Тарасова. Или удушение сзади, например, как вариант. Сейчас местами выглядит беспомощно Щербаков. Но встает, а здесь уже получше может себя чувствовать. Там как раз-таки та самая разница в килограммах дает о себе знать. И Щербаков поднимается довольно легко, пропускает удары коленями от Тарасова. И отходит довольно-таки легко. Помним, конечно, как ругали Тарасова, когда тот самый бой с Александром Емельяненко, который завирусился. И, по сути дела, Тарасов занимался тем, что уходил от поединка, бегал, бегал, бегал. Но здесь он очень уверенно себя чувствует. И вот еще раз переводит. Да, очень легко, очень легко. Второй уже заход под одну ногу от Тарасова. И вновь успешный. Тратят силы сейчас Щербаков. Гардио не является его сильной стороной. Его сильная сторона – это пушечные удары, которые он пока не продемонстрировал. Там Тарасов готовит удушающий. И, возможно, подготовительная работа получается успешной. Да, да. И все сейчас уже. Все. Все. Да даже не практически, а все, друзья. Очень, очень просто выходит для Артема Тарасова. Щербаков не использовал ни одного шанса. И не сказал ничего. Да, защита от борьбы у Максима Щербакова, к сожалению, не прослеживалась в этом поединке. И, как ожидалось изначально на бумаге, было понятно, что у Тарасов за счет своего опыта и борьбы сможет победить. И так оно и случилось. Получилось даже легче, чем с Ершовым, с которым тоже довольно-таки быстро все завершилось. Но там подвижность была у Ершова хотя бы больше. А здесь Щербаков перевешивал, естественно, надежда была именно на ударную мощь, но которой просто не было. Ну, подобные поединки никогда не являлись чем-то, что должно восхищать или же привлекать каких-то фанатов ММА, которые составляют кур-аудиторию всегда у какой-либо лиги. Это бой, который должен привлекать внимание в медиа к лиге, в данном случае к ММА серии. И будем надеяться, что это оправдается. Этот поединок продлился 2 минуты 28 секунд. Победу удушающим приемом одержал Артем Тарасов!